На вечерней сессии индекс МВБ провалился ниже 3200, прямо сейчас 3183 на уровне торгуются. Все уровни поддержки, в общем-то, не поддержали индексы. Это в пятницу вечером, при переходе на следующую неделю. В лидерах падения магнит. Магнит упал на планку после объявления дивидендов. Но, помимо событий на российском фондовом рынке, были и еще события на других фондовых площадках. Это рынки итоги. В стуге Никита Макаров. Сегодня выходили данные по инфляции в еврозоне, в Соединенных Штатах Америки. Инфляция пока не замедляется, но рынки надеются, что ставку будут понижать. Евросоюзу придется, и ЕЦБ придется это делать уже в июне. Потому что, за словом, в карман не вылезешь, пообещали, и, скорее всего, на 0,25 понизят. А вот Соединенные Штаты Америки пока ждут, но рынки, опять же, закладывают два понижения до конца года. Естественно, смотрели инфляцию по затратам домохозяйств сегодня. Это ПСИ, любимый дефлятор Джован Пауэлла и Федеральной резервной системы. И на российском фондовом рынке, вообще говоря, сегодня день-то неплохо начался. Рост нефти отчиталось. Но какие еще события сопровождали инвесторов сегодня, посмотрим в нашем сюжете. Азиатские индексы показывали сегодня разнонаправленную динамику. Японский Nikkei 225 прибавил 1,2%, а гонконгский Hanseng потерял 0,8%. Композитный индекс деловой активности Китая составил в мае 51 пункт. Это самый низкий показатель с февраля. В сфере услуг PMI 51,1. В обрабатывающей промышленности он равняется 49,5 пунктам. Инфляция в еврозоне в мае выросла впервые за 5 месяцев. Она ускорилась до 2,6% в годовом выражении. Индекс CPI Core составил 2,9%. Базовый индекс цен в США за апрель остался неизменным – 2,7% год к году. Некоторые российские компании отчитались по МСФО за первый квартал. Чистая прибыль башнефти составила около 31 миллиарда рублей. У Роснефти этот показатель увеличился в два раза по сравнению с четвертым кварталом 2023-го. Компания получила почти 400 миллиардов рублей прибыли. 17,35 рублей на одну акцию. Такие дивиденды утвердили акционеры Мосбиржи на повторном собрании. Последний день для покупки – 13 июня. Дивидендная доходность бумаг – 7%. Доллар сегодня торговался на уровне 90 рублей, евро стоил – 98. Американские индексы прямо сейчас все-таки ушли в отрицательную зону. NASDAQ высокотехнологический, проценты 0,4 теряет индекс широкого рынка S&P 500, 0,4. И пятница тоже негативной стала для Америки. Dow Jones Industrial пока держится. Нефть марки Brent на споте упала на процент 81,52. За бочку Brent перенесли заседание ОПЕК Плюс из онлайна в оффлайн. И 2 июня состоится в очном формате в Эр-Риярде. Об этом пишет Reuters. Что же касается других товарных секций. Золото закрывает пятницу. 2347,82 падения. 3% теряет серебро. 4% палладий, процент медь и 2% алюминий. Железная руда подрастает на процент. На долговом рынке американские десятилетки по-прежнему дают 4,5. Японские больше единицы. Российские пятилетки-десятилетки больше 15%. Биткоин тоже сегодня просил на 1,5% 67 250 долларов за монету. Но, конечно, все взоры инвесторов сейчас направлены на российский фондовый рынок. Закрыли торговую сессию в лидерах падения. Евротранс 10%, НЛМК 5%, вообще в Металлурге все по 3% почти теряют. НМТП 4%, РУС нефть 3%, Башнефть 4% почти теряют. Газпром вырос на проценты 0,1. Магнит вечером на объявление дивидендов лег на планку, минус 8%. Интерау 3,4% теряют. А как все было хорошо в начале этой недели? Давайте все это обсудим. К нам присоединяется Юлия Попова, кандидат экономических наук, управляющий капиталом автора проекта искусства инвестиций. Юлия, добрый вечер. Добрый вечер. Юлия, давайте начнем с конъюнктуры. Что ждете, почему падаем и куда дальше? Сложнее, на самом деле, сказать по всей конъюнктуре, которая сложилась с самого начала недели, потому что очень сильное влияние, конечно же, оказали продажи экспортеров полеты. И то укрепление рубля, которое мы видели в начале недели, оно, безусловно, негативно сказалось на рынке в целом. Ну, а дальше все мы видели новости про изменения в налоговом законодательстве, которые, конечно же, тоже взволновали всех нас, и в том числе рынок в целом несколько, мягко говоря, негативно отреагировал на текущие изменения, как в части налогообложения для физических лиц, потенциально рассматриваемого, видимо, к сентябрьской сессии, к осенней, так и налогообложения для юридических лиц, ФосАгро, в том числе одна из компаний, которая, мне кажется, отреагировала, еще отреагирует эмоционально на НДПИ, которое будет введено в ближайшее время. Ну, я думаю, мы об этом еще сегодня поговорим, потому что они также отчитывались на этой неделе. Конечно же, повышение ключевой ставки, о которой говорит рынок с конца прошлой недели, всю эту неделю, заседание, которое планируется 7 июня, конечно же, одно из самых желанных, потому что мало кто хочет увидеть ставку 17%, безусловно, это тоже создает напряжение и заставило немного рынок распродаться. Ну, и стоит признать, что все-таки то снижение, которое мы видим последнюю неделю, скажем так, может быть, даже полторы, это первое значимое снижение рынка за год в целом, в принципе, оно закономерное. Но, конечно же, мало кто ждал, что поговорка «Cell and May Go Away» сработает в этом году в полной мере, еще и во всем этом многообразии конъюнктурных факторов. Юля, а вы распродали портфель? Если честно, то частично, частично, но большую часть позиций я оставила, так как я работаю на рынке в долгую и верю в эту концепцию всем. Факторов, да, факторов много вы перечислили, действительно, и укрепление рубля, и со ставкой, причем рынок уже заложил вплоть до вкладов, то есть банки взяли да повысили какой-то просто демарш, и Сбербанк, повышение вклада до 18%, безусловно, мы будем внимательно следить за заседанием. Если говорить про целевые уровни, сегодня, наверное, в телеграм-каналах больше всего было обсуждение, 3200 выдержит, устоит ли рынок, вот не выдержали, ну, собственно, наверное, по закрытию надо будет смотреть в вечерние сессии, но если говорить про целевые уровни, где ждете индекс Мосбиржи? На 3000? Ну, 3000 это очень сильный исторический уровень, ждать-то мы все ждем, но очень не хотелось бы увидеть индекс МВБ там, все-таки пока индекс бьется над уровнем 3200, вот 3217 на текущий момент, я надеюсь, что все-таки вечерние сессии не пробьет этот уровень, мы в понедельник откроемся на нем же, либо, может быть, чуть-чуть выше, но, да, сильный уровень в 3000, 3050, 3100, к сожалению, мы можем видеть в ближайшую неделю, особенно на фоне ожиданий по изменению ключевой ставки, а вероятнее всего, вероятность такая очень высока, судя по последним макропрогнозам и прогнозам аналитиков на рынке, вероятнее всего, какое-то изменение нас ждет, поэтому есть риск того, что мы увидим 300, а может быть, даже и 3000. Да у нас, знаете, как любят говорить, если на американском рынке вот есть вот эти поговорки, sell and may go away, у нас обычно во время Петербургского международного экономического форума рынок не падает, ну, собственно, и посмотрим на следующей неделе, будет ли это наша местная поговорка работать. Давайте начнем с хорошего. День сегодня стартовал с отчета Роснефти. Чистая прибыль Роснефти по МСФО в первом квартале составила почти 400 миллиардов рублей, Башнефть тоже отчиталась, чистая прибыль Башнефти почти 32 миллиарда рублей. Вообще, если говорить про нефтяной сектор, интересен он для частного инвестора сейчас, и если да, то кто ваш фаворит? Знаете, он интересен в долгосрочной перспективе, среднесрочной, долгосрочной перспективе, то есть от полутора-двух лет, потому что все-таки он подвержен и влиянию внешней конъюнктуры. Мы видели сегодня утром, мне кажется, везде на графиках просто катастрофические, аномальные показатели коротких позиций на контрактах на нефть бренд, по-моему, 4-летние максимумы сегодня были достигнуты. Поэтому очень тяжело в этих бумагах сидеть спокойно. Поэтому я спокойно отношусь к Роснефти и ко всем остальным представителям нефтяного сектора. Но мне нравится Лукоил. Лукоил намного комфортнее с точки зрения владения им розничными инвесторами, как мне кажется. И немного более прогнозируемой с точки зрения своих показателей деятельности, ну и бумаги в целом. Роснефть отчиталась хорошо, плюс ко всему они объявили дивиденды, что, в принципе, было ожидаемо. Рынок закладывал это уже в цену, поэтому плюс-минус все достаточно стабильно. Мне кажется, что Роснефть просто планомерно идет своим чередом и идет в рамках своих прогнозов. Что тоже позитивно, предсказуемость в наше время еще никому не вредила. А с точки зрения дивидендной доходности Роснефть интересна? Конечно, нет. Я, в принципе, считаю, что с точки зрения дивидендной доходности сейчас сложно рассматривать рынок, потому что есть ряд регуляторных ограничений, которые влияют на рынок и на некоторые компании. Им приходится делать очень большие отчисления на капитальные расходы, на реновацию своих основных мощностей. Но некоторые компании просто отказываются в силу каких-либо других факторов, которые на них давлеют. Поэтому очень сложно судить именно по дивидендам, по их объему и по решениям, а вы их выплатите или не выплатите со стороны компании. Не стоит судить по этому фактору о качестве компании. Тем более, да. Тем более, денежный рынок сегодня нам дает 15-17%. И, наверное, он сильно тянет, в том числе и те деньги, которые по дивидендам вернутся. Конечно, денежный рынок и ОФЗ, облигации, которые тоже на этой неделе, к слову, нас несколько, с одной стороны, огорчили и тоже оказали влияние на индекс МВБ, обвалом, которым, собственно, открылся у нас в понедельник. Но в то же время это сулит долгосрочным инвесторам в том же самом госдолге, при прочих равных, после информации по ключевой ставке на следующей неделе, сулит двузначную доходность, опять-таки, на уровне вкладов и выше, можно будет поискать в каких-то длинных позициях. Почему бы и нет? Прежде чем перейдем к итогам недели, и, наверное, из сегодняшних тоже неприятных событий, то есть от позитивного к неприятному, Магнит объявил дивиденды 412 рублей 13 копеек на акцию. Это явно не то, что ожидал рынок. Расстроились, Юля? Вы знаете, это не самое большое расстройство, которое произошло. Скорее, перевод Магнита в третий котировальный список. Вот это было большим расстройством, мне кажется, для инвесторов в эту компанию, которое случилось неделю тому назад. И это более негативный фактор, который, мне кажется, будет давлеть на акции Магнита далее, потому что непрозрачное корпоративное управление и подобного рода инциденты, они, конечно, плохо сказываются на настроениях инвесторов, и в том числе на котировках в долгую. Но в целом Магнита на своих максимумах среднесрочных, поэтому, в принципе, его давно была пора уже продать. Давайте по итогам недели пройдемся из, наверное, интересного. Это были отчеты ВТБ, также стали известны детали Тинькова и Росбанка. Отчитался Аэрофлот, отчитался Транснефть, МТС-банк, Фосагра. Ну, вы говорили про Фосагра, давайте с него, наверное, начнем. Отчет Фосагра по выручке 119 миллиардов и есть Росгод-года. А вот EBITDA и чистая прибыль падают, и Free Cash Flow тоже упал. Понятно, что у конъюнктура цены на удобрения не такая уж благоприятная. И вот еще и НДПИ. Насколько НДПИ может ухудшить конъюнктуру для Фосагра? Вы знаете, я посчитала, НДПИ очень сильно может повлиять на показатели Фосагра, на фундаментальные, которые у него сейчас складываются. И вот в частности, я думаю, что это сократит, окажет влияние на EBITDA. Порядка 5% от EBITDA изменения в НДПИ съедят у Фосагра. И это, конечно, очень плохо. В том числе, введение акциза на газ тоже может стоить компании примерно 2 миллиарда. Это 1% EBITDA и Фосагра. В целом, конъюнктура для данной компании сложилась крайне негативная, на мой взгляд. И мне не очень понятно, как они справятся в том числе с выплатами дивидендов в долгосрочной перспективе. Ну, и даже в среднесрочной. Потому что все-таки это достаточно большая нагрузка на компанию. И вот в данном кейсе я, в принципе, была приятно удивлена, что компания предложила 4 варианта для своих акционеров относительно дивидендов. Как вы думаете, к чему это было заигрывание? Мне кажется, что это борьба за лояльность и, опять-таки, борьба за свою капитализацию. Не более того. Но в целом, на месте Фосагра я бы не делала таких подарков ни к чему. С учетом общей ковинктуры, с учетом общей практики, которая уже складывается сейчас на рынке. Я говорю о том, что очень многие компании отказываются от выплаты дивидендов. Ну, в итоге предложили даже чуть ли не поверхней границы. Но ценовая конъюнктура, конечно, не в пользу. У Фосагра складывается и котировки уже сегодня теряют проценты 0,7%. Что думать по поводу сделки Тинькова и Росбанка? После того, как стали известны подробности, как-то переоценили эти банки? Кто-то из них интересен для добавления в портфель, например, Тиньков? Вы знаете, да, Тиньков сейчас торгуется по очень привлекательной оценке. И в целом радует тот факт, что сделка складывается по справедливым оценкам, и все достаточно прозрачно. Поэтому, да, Тиньков сейчас выглядит очень хорошо. И даже по реакции рынка мы видели на этой новости всплеск волатильности и рост бумаг, и Росбанка и Тинькова примерно на 2%, даже чуть-чуть больше. Поэтому я думаю, что, в принципе, пройдет сделка очень позитивно. Ну вот сейчас, например, Тиньков, по моим расчетам, торгуется ниже своих исторических показателей достаточно сильно. Там дисконт, там примерно даже 30% по отдельным показателям доходит. Поэтому я бы присмотрелась к тому, чтобы добавить в портфель, либо просто усредниться по цене, если он уже есть. Вполне себе хорошая история. Сегодня, не сегодня, на этой неделе отчитывался еще ВТБ. А что скажете по поводу ВТБ? Кому интересен он? Вопрос с подвохом. Вы знаете, на фоне достаточно хорошего качества, опять-таки, сделки Тинькова и Росбанка, плюс ко всему на фоне хорошей отчетности Банка Санкт-Петербург, которая выходила на прошлой неделе, и, да, стремительного роста Сбера, честно признаться, сложно рассматривать ВТБ как серьезную альтернативу данным банкам, потому что, да, чистая прибыль выросла, и, конечно же, ВТБ заявляет о том, что их прибыль может составить около 500 миллиардов рублей по итогам этого года, и даже грозятся дивидендами, но, к сожалению, рыночная практика показывает, что и дивиденды, как правило, низкие, и волатильность бумаги очень-очень высокая, что, конечно, слишком рискованно для простого розничного инвестора, который имеет место быть в нашем рынке. Поэтому я субъективно не рассматриваю ВТБ для... А МТС Банк, который тоже отчитывался на этой неделе? Знаете, это прекрасная идея, сама по себе инвестиционная, и прекрасный инвестиционный кейс на рынке. Хочется, чтобы больше банков выходило с такими показателями, потому что своей отчетностью МТС Банк, мне кажется, он подкрепил те прогнозы и те коммиты, с которыми он выходил на первичное размещение. Мне кажется, это прекрасные показатели, и МТС Банк ждет очень хорошую история на рынке. Потому что рост чистой прибыли на 35% за год, это редкий показатель в текущих условиях для банковского сектора. И торгуются они сейчас, кстати, именно сегодня они снизились даже от цены размещения, то есть они размещались по 2500 рублей, сейчас они закрылись на уровне 2400, что тоже неплохо, хорошая возможность для участия в данной инвестиционной идее для тех, кто не успел в IPO. Короткий вопрос у нас, полминутки. В IPO и в технологии соучаствовали? Нет, я не участвовала, я жду покупки его на вторичке. Спасибо большое за экспертизу. С нами на прямой связи была Юлия Попова, кандидат экономических наук, управляющая капиталом, автор проекта «Искусство инвестиций». Помимо перечисленных компаний, отчитывался еще «Транснефть». «Элемент» начал торговаться, но в первый день потерял 14%. А вот в понедельник интересные события нас будут ждать. Это индекс деловой активности и в производственном секторе США, а также разные дивидендные отсечки. Посмотрим, как рынок еще откроется. Очень интересно после этого падения в пятницу. Будьте в рынке вместе с РБК.